МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24. С вами Зухра Алиева. Здравствуйте. В Махачкале установлен факт незаконного присвоения земельного участка стоимостью 14 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. Мужчина на основании поддельного постановления администрации зарегистрировал право собственности на участок площадью 800 квадратных метров, который расположен по проспекту Акушинского. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ведомство сообщает, что проверки по факту хищения государственной собственности будут продолжены. Объемы проведенных исследований на выявление новой коронавирусной инфекции с каждым днем увеличиваются. Сейчас в республике работают 5 лабораторий, в которых проводят тестирование на COVID-19, в их числе и Республиканский диагностический центр. Подробнее о важном труде в материале Луиза Раджаповой. В условиях, когда болезнь может проявлять себя целыми неделями, на первый план выходит, конечно же, оперативность тестирования. Если до этого все тесты отправлялись в Москву и приходилось ждать ответа, теперь можно сдать тест на наличие коронавируса в Республиканском диагностическом центре. Это вирусологическая лаборатория, где проводится исследование на особо опасную инфекцию COVID-19. Вход сюда посторонним строго запрещен. Здесь работают с биоматериалом, взятым у пациентов с подозрением на коронавирус. Сначала пробы поступают в блок для работы с инфицированным материалом, где их исследуют эксперты в противочумных костюмах. После сортировки материал направляется на дополнительные исследования. Для диагностики используют новые тест-системы. Вход начинается с 418 кабинета. В этом кабинете привозят материал, проходит регистрация и обработка этого материала. Мы работаем сейчас с микроорганизмами, которые считаются первой и второй степенью патогенности. И вся работа проводится в боксе. Аналогичную работу по тестированию в Дагестане проводят еще несколько медучреждений и лаборатории. Если две недели назад в сутки было 346 исследований, то на сегодняшний день проводится более 700 тестов. Вот мы дошли до 416 кабинета. Это так называемая чистая зона, где уже подготовленный материал закладывается в аппарат. И уже через определенное время доктор приходит и снимает результат. То есть мы уже потом можем видеть, где положительный, где отрицательный. Ну а вообще ПЦР, вот этот весь ПЦР метод, это полимеразноцепная реакция с обратной транскрипцией. Ну на сегодняшний день это самый точный и надежный метод определения вирусной инфекции. Тест на коронавирус проводят, если человек прибыл из страны, где зафиксировано случай заражения, либо же контактировал с заболевшими и почувствовал недомогание. Тем временем с 14 апреля первичные положительные тесты на коронавирус больше не нуждаются в подтверждении в лабораториях Москвы. Во всех центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в регионах России полученные положительные результаты на COVID-19 считаются подтвержденными диагнозами. Связано это с тем, что на местах лаборатории уже оснащены всем необходимым. В Дагестане запретили вылов рыбы. Ограничения вступают в силу сегодняшнего дня. Они касаются как спортивного, так и любительского вылова. По данным управления Росрыболовства по Северокавказскому федеральному округу, запрет распространяется на период нереста и ограничения должны соблюдаться на всех водных объектах республики. В деле благотворительности фонд «Энсан» всегда стремится быть впереди и бить рекорды. Только за два этапа очередной акции фонда «Материальную помощь» получили 5000 нуждающихся семей по всей республике. Всего было роздано 10 тысяч продуктовых наборов. Целью акции была поддержка малоимущих слоев населения во время периода самоизоляции, так как многие из-за этого лишились возможности заработать. Продолжит Абдулла Алиев. В деле благотворительности фонд «Энсан» всегда стремится быть впереди и бить рекорды. Только за два этапа очередной акции фонда «Материальную помощь» получили 5000 нуждающихся семей по всей республике. Всего было роздано 10 тысяч продуктовых наборов. Целью акции была поддержка малоимущих слоев населения во время периода самоизоляции, так как многие из-за этого лишились возможности заработать. С момента начала тяжелой ситуации с пандемией коронавируса нашим фондом была открыта горячая линия, где мы в течение дня принимали и обрабатывали суши тысячи звонков. Число людей, обращающихся за помощью, становилось все больше и больше. Нашим фондом были проведены два больших масштабных мероприятия по оказанию продуктовой помощи 4 и 11 апреля, где в совокупности за всю оказыванную помощь нами было распределено свыше 130 тонн продуктовой помощи. Нами было охвачено суши 5000 семей, нуждающихся семей, которые находятся на попечении фонда, и те семьи, которые обращались к нам по звонку, и мы определили их социальный статус и внесли в категорию нуждающиеся. Стать волонтерами акции изъявили желания многие. Отозвались люди разных профессий и должностей, а также именитые спортсмены. Все они как один посчитали важным для себя стать участниками благого дела. Все продукты были приобретены на средства, полученные от неравнодушных граждан. Отметим, что помощь получили только люди, находящиеся на попечении фонда и прошедшие проверку. Сегодня в фонд поступает большое количество звонков. Нужно понимать, что фонд помогает по мере своей возможности и помогал только своим подопечникам, только тем семьям, которые после адресной проверки оказались в списках нуждающихся семей и стали на попечении фонда. Сегодня на попечении находятся свыше 10 тысяч семей, нуждающихся семей. По мере необходимости и по мере возможности фонд будет помогать продуктовой помощью в первую очередь только подопечным фонда «Инсан». Несмотря на благие цели фонда, его деятельности постоянно пытаются мешать, умышленно или намеренно дискредитируя его работу, что только мешает делу. Совсем недавно в социальных сетях была распространена аудиозапись о том, что есть организация, якобы имеющая государственную поддержку и обязанная помочь продуктами каждому жителю республики во время самоизоляции. В дополнение к аудио прилагался номер фонда «Инсан». Сегодня активно в социальных сетях распространяются смс-сообщения, аудио-сообщения о том, что якобы в фонд «Инсан» поступили какие-то государственные средства для оказания продуктовой помощи, якобы какие-то крупные меценаты, бизнесмены перевели какие-то крупные суммы, миллионы, миллиарды фонд «Инсан», чтобы мы всему Дагестану оказали помощь. Мы хотим сообщить, мы хотим заверить, что это является ложью и неправдой. Мы хотим сказать, чтобы люди не велись на такие провокационные сообщения. Подобные действия по сам руководителю фонда создают трудности в работе, так как из-за перегруженной звонками дезинформированных людей линии без помощи могут остаться те, кто действительно в ней остро нуждается. Достоверную информацию о деятельности фонда «Инсан» о том, по какому принципу оказывается помощь и для каких категорий граждан можно получить только на официальном сайте фонда или на его странице в Инстаграм. В Дагестане снизились цены на бензин. Стоимость топлива упала на 34 копейки. Такие данные приводят Центральное управление топливно-энергетического комплекса России. Управление снижения цен связывает с кризисом и с падением цен на нефть. Сейчас эти два процесса в России протекают одновременно. В других регионах также зафиксировано падение цен. Так в Татарстане бензин подешевел на 15 копеек, в Краснодарском крае на 12. У меня на этом все. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!